С 25 по 29 марта в Ледовом дворце «Сокол» проходит всероссийский турнир по хоккею «Шайбы» в памяти дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Андриана Григорьевича Николаева среди юношей 98-99 годов рождения. Участники соревнований – «Спартак» – город Хешкарла, «Мотор» – Заволжье, «Капитан Ступина», «Акбуре» – Казань, команда «Лачин» – город Иктаныш и «Сокол» – город Новочебоксарск. Команды мы подбирали с таким расчетом, чтобы были для болельщиков интересные, привлекательные и непредсказуемые результатами. Состав участников очень ровный, поэтому мы уже в первых играх убедились в том, что мы были правы, и игры проходят интересные, и матч держит напряжение до конца всего времени. И действительно интересно смотреть такие матчи, и есть чему поучиться и у команд приезжих, и самим показать товар лицом, на что мы способны. Неделю назад команда 98-го года завершила свое выступление в Первенстве России, где завоевала бронзовые медали. По словам директора хоккейной школы Олега Салтыкова, ребята сыграли в полную силу и хорошо закончили этот сезон. Турнир памяти Андриана Николаева проходит в течение четырех дней. В первый игровой день на Учебоксарце обыграли соперника из Московской области со счетом 3-2. У «Мотора» «Сокол» вновь с минимальным преимуществом вырвал победу – 4-3. В третий день с более крупным результатом хозяева льда обыграли казанцев 5-2, и у гостей из «Марьел» также выиграли 2-1. По проведенным матчам «Сокол» лидирует. Данный турнир значен для всех команд. Призы для дружин призеров приготовлены со стороны Минспорта России и хоккейной школы. В эти выходные у нас ребята 2004 года рождения. Тренер Лаптев Сергей Иванович выезжает в Ульяновск. Планируем турнир 2000 года в Нижегородской области. Я думаю, впереди еще будет ряд турниров. Сейчас у нас в эти сроки находятся на зональном переносе в Казани 2001 год под руководством топляника Бориса Анатольевича. Они добились победы, вчерашняя победа 3-0. Тоже усиляет оптимизм, что мы в целом сыграем турнир неплохо. Также на зональном турнире находится Салканов Юрий Иванович, он в Заволжье. Хоккейная жизнь в городе продолжается. В течение месяца ребята еще будут играть. Далее подведение итогов выступления всех команд в этом сезоне.